Украина не может полностью разрывать договор о дружбе с Россией, так как необходимо иметь возможность защищать интересы страны. Об этом сказала представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам, в соглашении есть разделы о признании границ Украины, защите языков национальных меньшинств и об общих мероприятиях, касающихся последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Не идет речь о денонсации по двум основным причинам. Например, раздел договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве о международно признанных границах Украины. Крым – 400 километров неконтролируемой границы на оккупированном востоке страны. Это территория Украины. Есть раздел о поддержке и признании языков национальных меньшинств – украинского или русского. Если мы разорвем этот раздел договора, то усилится притеснение украинского населения в России, в Крыму. Мы оставляем эти разделы для того, чтобы, используя международные суды и площадки, мы имели полное право защищать позицию Украины и украинских граждан. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что внесет в Верховную Раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении действий отдельных положений, противоречащих интересам национальной безопасности Украины. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан Леонидом Кучмой и Борисом Ельцином в 1997 году. Его называли «большим договором», и в нем государства официально признавали границы друг друга и закрепляли принципы уважения к территориальной целостности обеих стран. 22 обстрела украинских позиций совершили боевики с начала текущих суток, сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции. На Донецком направлении из минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали «Пески» – «Водяное», «Верхнеторецкое» и «Авдеевку», из стрелкового оружия – «Новотроицкое» и «Маринку». Но на Луганском направлении боевики применяли вооружение БМП и гранатометы возле «Луганского». Из гранатометов обстреливали «Крымское», из крупнокалиберных пулеметов – «Новолуганское». Залечить травмы, научиться заново ходить и вернуться к привычному образу жизни. В Киевском нейрореабилитационном центре десятки вернувшихся с фронта украинских бойцов восстанавливают навыки, утраченные после ранений. Как они проходят реабилитацию и что дает им силы на выздоровление, узнавали наши корреспонденты. Три года назад он пошел защищать Украину от российской агрессии. 5 августа 2015-го пуля снайпера травмировала спиной мозг бойца. Сергей перенес три сложных операции, месяц провел в реанимации. Врачи говорили, ходить он больше не сможет. В мае 2016-го года Сергей оказался в научно-практическом центре нейрореабилитации под Киевом. В этой клинике тяжело раненым солдатам помогают восстановиться в рамках благотворительного проекта. У пациентов это бездвижение развивается со временем остеопороз. За счет того, что пациент максимальное количество времени находится в вертикальном положении. Он практически имитирует нашу всю физиологичность ходьбы. Плюс он идет во всех направлениях. Это создает психоэмоциональный окрас позитивный того, что пациент, скажем, ходит. У Сергея индивидуальная программа. Каждый день он проводит на этом тренажере до 6 часов. Выполняет упражнения для мышц живота, бедер и спины. За тренировками и результатами на мониторе наблюдают специалисты. Все упражнения направлены на укрепление мышц, улучшение координации и симметрии. Сергей Васильевич у нас занимается активно. Он самостоятельно может свести и развести ноги. Сначала мы занимались иначе. Я делала, а Сергей подавал импульсы. Представлял, как это должно быть. Затем он пытался помочь мне выполнить эти движения. Теперь, благодаря ежедневному труду, Сергей Васильевич выполняет эти движения самостоятельно. Такое стремление к выздоровлению демонстрируют не все пациенты. Многие военные теряют веру в то, что снова смогут ходить. С момента ранения я понимал, что я временно не хожу. Временно просто заболел. Но у меня в голове даже не укладывается то, что я не хожу вообще. То есть походка для меня – это жизнь. Жизнь без ног. Да, можно было бы тележку, но я просто не могу этого представить. Некоторые просто уже смирились с этими. Просто не хотят бороться за свою жизнь дальше. Я думаю, что если они будут видеть какой-то результат у других, что они могут встать на ноги или выздороветь, то это станет для них мотивацией, чтобы бороться за свое здоровье. Вертолет украинского производства «Надия» впервые поднялся в небо. Это модернизированная версия Ми-2 в соответствии с международными стандартами. Из салона убрали топливный бак, увеличили дальность полета до 720 км. Вертолет развивает скорость до 250 км в час, а на борту могут поместиться 8 человек. Вертолет можно использовать для перевозки раненых и оказания срочной медицинской помощи, а также для патрулирования территорий. Брюссель и Берлин гарантируют поставки газа в Европу через Украину, несмотря на строительство «Северного потока-2». Об этом заявили министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альмайтер и вице-президент Еврокомиссии в вопросах энергетического союза Мараш Шефрович. По их словам, Украина выступает надежным партнером в транзите газа, несмотря на сложные отношения с Москвой. Киеву удалось прокачать рекордные 97 млрд кубометров газа за прошлый год. Усилить санкции против России призвал ЕС представитель США по Украине Курт Уолкер. Об этом он заявил в интервью туринской газете «Ла Стампа». По мнению дипломата, европейским странам нужно последовать примеру Вашингтона и принять меры против лиц, приближенных к президенту Российской Федерации. Он напомнил, что Москва не выполняет обязательства по имплементации минских соглашений и продолжает нарушать суверенитеты и территориальную целостность Украины. Ну а кроме того, замешано в деле о применении химического оружия в британском Солсбери. Там, напомню, в марте отравили бывшего агента ФСБ Сергея Скрипаля и его дочь. Немедленного, независимого расследования химатаки в сирийском городе Дума требуют министры иностранных дел Евросоюза. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании в Люксембурге. Совет министров ЕС назвал неприемлемым использование химического оружия и заявил, что это нарушает международное право и может быть признано судом как военное преступление. Увидев то, что произошло в Думе 7 апреля, мы понимаем, что действия, которые были совершены Францией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами в виде откалиброванных и пропорциональных ударов по химическим мощностям Асада были абсолютно правильными, абсолютно правильными для Британии и для всего мира. Соединенные Штаты, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по сирийским объектам в ночь на 14 апреля в ответ на возможную химическую атаку в городе Дума. Тогда, по данным гуманитарных организаций, войска Башара Асада сбросили бомбу с химикатами. Погибли не менее 60 человек. Официальный Дамаск использование химоружия отрицает. 46 человек обратились за медпомощью в Ереване после столкновения между полицией и противниками назначения экс-президента Сержа Сарксяна премьером. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении. Участники акции заблокировали несколько улиц, работу митрополитена и пытались прорваться в здание парламента. Протесты переросли в столкновения с полицией. Правоохранители расстановили колючую проволоку, применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Тысячелетний клад нашли археологи в Балтийском море на немецком острове Рюген. Всего откопали 600 серебряных предметов, монеты и украшения. Часть из них чеканились в X веке при правлении короля Дании и Норвегии Харальда I Синезубова. Это самая крупная находка древних монет в Южной Балтике. Ну а первые монеты обнаружили археолог-любитель и 13-летний школьник. Ну а позже археологи отыскали остальные. Сообщается на сайте Департамента культуры и защиты памятников федеральной земли Мельнбург-Переднее Померание. Эту и другую информацию вы найдете, как всегда, на наших страницах в социальных сетях и на сайте канала uatv.ua. Итоги сегодняшнего дня подведем, как обычно, в 21 час по киевскому времени. Не переключайте канал и будьте в курсе. До встречи!